Вот друзья, центр Донецка, Донецк Сити. Рядом повреждено куча автомобилей. Прилетел ГРАД. Опять 8 снарядов прилетело по центру Донецка. 2 декабря в Донецке. Первая половина дня. Двое погибших. В СУ обстреляли центр города из реактивной системы залпового огня «ГРАД». Центр Донецка. Зачем стрелять? Скажите, вооруженные силы Украины. Вы нормальные там люди или нет? Просто-напросто ума не приложите, как можно стрелять по центру Донецка. Знаете, мы очень часто слышим из уст европейских чиновников, вообще западных должностных лиц о том, что да что это за разговоры, какой нацизм, ну есть там какие-то отдельные отморозки, а так вообще все хорошо. Это цивилизованные люди, которые стремятся в Европейский Союз, ну и так далее, и так далее. Это все брехня, вранье. Это убийцы. Снаряды также попали в торговый центр. Осколки полетели в маршрутный автобус. Водитель крестится, пассажиры выжили. Ну вот прилетело в автобус. А людей не было? Целые все? Целые все? Целые все. Все, все. Все, все, все. А где? Вот прям здесь? Вот там делают это столбик. А там не все там. А там же здание. Второй жертвой обстрела в Киевском районе стал мужчина. Его разорвало на части. Осколки прилетели и в его питомца. Власти региона сообщают еще о двух пострадавших. Мирный Донецк уже который день подвергается массированным ударам ВСУ. Это кадры 1 декабря и 30 ноября. Снова очередной обстрел по Киевскому району, Ворошиловскому району. Последствия обстрела – здание городской администрации, Киевского РОВД, жилых домов и улиц. Одни автомобили посечены, другие полыхают. В служебном автомобиле погиб сотрудник МЧС. 1 декабря днем обстрелян детский сад у бульвара Шевченко. Всего в город за день прилетело 12 ракет. Слышали, что звенят стекла, все выбежали в коридор, легли на пол. Ну и получилось, что у нас посыпали стекла. Они лежали на полу, чтобы никто не пострадал. 2 декабря в Донецк попало более 8 снарядов. Один из них – в парк кованых фигур. Часть экспозиции парка уничтожена. Также сегодня была уничтожена часть парка культуры и отдыха имени Ленинского комсомола, где находится мемориал Аллеи Ангелов погибшим донецким детям. Уничтожена в информационном пространстве. Англоязычная страница Аллеи Ангелов в Википедии, существовавшая все это время, 2 декабря была удалена. Для того, чтобы это не повторилось, вот эти материальные предметы, носители соответствующей культуры нацистской, их тоже необходимо сохранить для потомков, чтобы они видели, кто это такие. И чтобы, извините, не отворачивали лица брезгливо и не говорили, что все это не существует, это все придумали русские, что это все пропаганда. Это не пропаганда.